В текущем году это первая сессия, на которую после новогодних каникул вышли кубанские депутаты. В повестке 40 вопросов. Большинство из них касаются социальной сферы. Именно этому направлению особое внимание уделил президент России в своем обращении к федеральному собранию. Сегодня на обсуждении в законодательном собрании края рассмотрели законопроекты о дополнительных выплатах сразу нескольким категориям граждан. С таким предложением к парламентариям обратился губернатор. Депутаты, например, одобрили инициативу доплачивать учителям в школах за классное руководство. Причем помимо федеральных субсидий увеличили и действующую региональную поддержку. Я благодарен вам, что мы сегодня смогли принять решение, что дополнительно за классное руководство добавляем еще по 1 тысяче рублей. У нас для нашего края учитель за классное руководство будет получать 4 тысячи рублей. Казалось бы, что такое 4 тысячи рублей? А в рамках края это 2 миллиарда. 2 миллиарда. А если с учетом того, что 5 тысяч рублей это поручение президента, правительству и еще плюс 5 тысяч рублей, то это 9 тысяч, которые будет получать учитель за классное руководство. 9 тысяч рублей плюс зарплате. Внимание к школам приковано особенное. От того, какие условия обучения созданы сейчас, зависит будущее, как минимум целого региона. Об этом говорили и глава государства, и губернатор края. До 1 сентября 2023 года все дети в начальных классах должны быть обеспечены бесплатной горячей едой. Такую задачу в масштабах всей страны поставил Владимир Путин. На Кубани решили не ждать контрольной даты и перейти на полную компенсацию обедов из бюджета уже в новом учебном году. Тем более, что для ребят из малоимущих семей с 1 по 4 классы уже оплачивают питание за счет региональной казны. Конечно, для этого нужна специальная инфраструктура. Поэтому в школах, где еще нет собственных столовых, построят специальные кухонные блоки. Президент сказал, что не надо здесь считать денег. Даже неважно, не надо градацию. Уберите, кто может, кто не может. Все дети должны кушать, и это нормально. Это будет не маленькая совсем сумма. Мы сейчас просто с федеральным центром в рамках программы просчитываем, сколько будут они давать. На эти цели предусмотрят в федеральном бюджете. Сейчас правительство формирует, сколько мы будем в соотношении. Но деньги найдем на наших детей. На наших детей, особенно в сельской местности. Я уверен, сейчас как только соотношение будет оправлено, без всяких оговорок, Игорь Петрович, тут же к коллегам обращаемся и вносим изменения. Не перезабиление, а дополнение средств бюджета на эти цели. Кубань никогда не отставала. Мы в авангарде. Как только появляется, сразу же практически принимается решение, чтобы люди максимально получали все эти выплаты. Уже ведется достаточно активная работа с нашим министерством финансов в части корректировок бюджета, в части внесения изменений в краевые целевые программы. При этом констатирую с превеликим удовольствием, что ни одна программа не подвержена сокращению финансирования. Все программы, которые внесены на рассмотрение и вносятся на рассмотрение февральской сессии, все идут только с плюсом. Второе чтение в ЗСК прошел и законопроект о предоставлении единовременных компенсаций для учителей, которые переехали на работу в сельские школы. Раньше такие полагались только врачам. Также принято решение увеличить ежемесячные выплаты для Героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, до 30 тысяч рублей. Аналогичную материальную поддержку окажут и вдовам героев, которые раньше получали всего по 8 тысяч рублей. Учитывая уникальную категорию адресата выплаты на почти 6-миллионную кубань всего 47 человек и вклад в защиту Отечества, большую патриотическую работу среди молодежи в школах и высших учебных заведениях, прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении с учетом таблицы поправок. Для этого в краевом бюджете зарезервировано больше 17 миллионов рублей. Первые выплаты произойдут уже в ближайшее время. Это деньги, краевые коллеги, сверхфедеральные, которые выплачиваются согласно федеральному законодательству. Это добровольная инициатива, которая есть не во всех субъектах. Комитет поддержал, но внес свои поправки, чтобы уже с Нового года, а не с марта месяца, как получилось бы в альтернативе, вот эти люди получили данную повышенную и сбалансированную выплату. Не забыли и про героев, которые защищают интересы страны на спортивном поле боя. Победителям Олимпиад и их тренерам повысят ежемесячные стипендии. За золото – 30 тысяч рублей, за серебро – 25 и за бронзу – 20. Последний раз эти выплаты повышались 8 лет назад. Депутаты проголосовали единогласно – за. Люди – главное богатство. И это, пожалуй, основной лейтмотив всех законопроектов, за которые голосовали парламентарии. Инвестиции в человеческий капитал – не просто красивая фигура речи. После принятых сегодня решений – это однозначные приоритеты для всех уровней власти в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok